Кирилл Корнилов Кирилл Корнилов Кирилл Корнилов Можно держать в руку Батро Чтобы не пропустить Да, пропускает сейчас правый кросс Даже пошатнуло Кирилла Корнилова В средней дистанции прилетел И сейчас попадает снизу апперкот левый боковой тяжелый прилетает тот тарик их бобеза немножко отклоняется кирилл этим честно признаться у него очень опущенные руки опущенные еще пытается уходить отклоном голову да это очень опасно руки у него настолько низко посаженные стойкость стандартный боец это может все давно поняли и вот это нестандартность она как ему приносит плоды определенные также может забирать его вот как раз вот приносит опасность обрена с опасностью числе а плоды приносит то что не стандартный бойцы тоже они с ними сложно боксера вот его защите кирилла она может сыграть злую шутку с ним весовой дивизион супер тяжелый вес плюс 91 и нам парни конечно все даже если не бьют сокрушительно панчем не обладают на культирующим но при этом за счет веса и массы могут там есть еще как чуть скорость и все и привалить могут легко но вот здесь пользуясь возможностью хочется сказать сегодня ночью было это конечно очень негативный инцидент с нашим российским бойцом артемом левиным в америке в чикаго бой за титул чемпиона glory он являлся действующим чемпионом и конечно его просто убивал прямом смысле и переносом также убивал рэпери в ринге просто не давал ему боксировать и вытягивал маркуса его из вечного соперника на что артем представляете остановился на этом раунде за 30 секунд вышел из риги ушел и оставил титул там маркус прыгал радовался от этой конечно вы непонятной победы победы мягко говоря ну и конечно чрезвычайно некрасиво и наглым образом ужасно себя вёл рэпери в ринге поддерживаем нашего российского бойца артема левина известнейшего бойца чемпиона мира неоднократного чемпиона европы среди любителей профессионалов по тайскому боксу великолепный бойца кеймон бывшего уже действующего бывшего чемпиона glory мирового промышленно известного к 1 но вот так вот сложилось все политические моменты может быть даже к сожалению марку стани канадец канадец как хорошо что сергей ковалев наш с вами вдруг расправился с канадцем страшно и легко сергей ковалев замечательный боец очень мне нравится все бои его смотрю только положительные моменты могу сказать никогда сами оставлять шансов он это сам не оставлять шансов всегда отвечает за свои слова вот что и нужно много говорить нужно много делать как вот опять же его этот оппонент с канады опять что-то там пытался опять раскачать в итоге вообще сдался отказался от боя ну понятно дело тренер отказался капитулировали да и что на самом деле сергей в очередной раз демонстрирует всему миру что российский бокс даже на американской земле там я думаю что еще шороху наведет и сергей один из первых на сале может быть и вы туда еще подключились конечно конечно и еще могу отметить что как я и говорил внешний вид и внешне внешне антропометрические данные еще ни о чем не говорят посмотрите какой был физический паскаль а что это дало ты ничего поэтому еще ни о чем не говорит возвращаемся поединку тяжелый вес киеван кирилл корнилов россия тарик бобес случайно кирилл попал в область паха сейчас такой скачковый удар по сути как он оттягивается опасно справа можно пропустить любую секунду удивительный конечно парень кирилл корнилов такие данные стартовая скорость очень высокая кстати у этого парня для этого веса рост тоже сочи но при этом настолько длинные руки зубы длинные конечности параметры хороший да физически сложен великолепно и наносит посмотрели какие удары потому в школу бокса поставить вообще будут падать ребята вот в том-то и дело дар мне также на время удивил этот парень я думал что он просто не занимался боксом и занимался совсем там несколько месяцев оказалось что он базовый боксер и косу такую школу поставили где-то где-то там в сибири удивительно правый прямой от дистанции правый сбоку тяжелый удар сейчас нужно вязать и пытается пытается завязать завязать заклинчевать и не дать по себе попасть еще тяжелее вот эта манера манера олега саитова знаете только александр 67 боксировал и разносил значит весь мир двухкратный чемпион наш друг уважаемый сейчас на стол конечно нас удивительный человек он всегда работал на опережение не обладал нокаутирующим ударом сюда работа на опережение и всегда попадал все выиграл на самом деле в боксе олимпийском золотые пески медали бронза олимпиады и мир и европу игры доброволи и александр обучился попуская час корнилов размаха был удар очень не техничный и без тоннажа пропускает висок левый сбоку пришел на потрясать чем что даже в ближней средней дистанции в самых опасных дистанциях он опущенные руки держит это меня удивляет конечно же парень как он рискует и каждый бой вот я вот четвертый бой наблюдаю комментирую конечно мне потрясает его вот эти риски но все позволяет опасно да да будет и спорт не терпит удача опущенности сразу практически чаще всего наказывал и там угол как раз марокканца тарика бобеза который живет голландии они-то все понимают что у них есть шанса приложиться более точно постараться все-таки хотя бы в нокдаун отправить все потерпеть все нормально главная не тянет на санкт-петербурга санкт-петербург уроженец сибири но живет в санкт-петербурге тренируется как раз под руководством своего тренера который как старший брат с ним всегда и везде за что его просто так не отдаст какой обмен сейчас всячески тарик пытается приблизиться к средней и нижней дистанции на залезть в эту ближнюю среднюю на дальнюю все таки мяч успеха или через среднюю на ближнюю как раз он это и пытается сделать и там уже разящим ударом зацепить здесь было очень неплохо санкт-петербург но удар не точный был сквозь летел право боковой скачковый удар не первый раз уже исполняет поднимал подбородок и пускал еще еще вот так вот это нокдаун и жесткий такой нокдаун я вам скажу что близко к нокауту даже близко очень да да посмотрите я думаю что он сейчас его добьет здесь только дорабатывает вот вам и Кирилл Корнилов еще и все Кирилл Корнилов во всей его красе парень который все время на рисках но сам Морвен кокрутировать наверняка что-то я вижу по Тарику у него наверное проблема с челюстью да вот держится тяжеленный правый оппер-хот причем повторный был и красиво исполненный быстрый главное скоростной скоростной я знаю что вы сейчас пойдете награждать за группу мерзии АДФ и АДО Эдуард Орел Трояновский да вот сейчас как раз Эдуард Орел Трояновский он же в прошлом Трое но сейчас Орел более наверное это звучно ну и точно будет сказано об Эдуарде Эдуард напомнит чемпион мира в версии АйБио и АйБио в среде профессионал с этой конечно очень рисковой но очень красивой победой мы с большим удовольствием поздравляем Кирилла Корнилова парня который все время на рисках пребывает но каждый раз он так же в этот риск запускает любого своего оппонента и может легко нокаутировать как и сам по моему отправиться туда же это конечно от Кирилла у Кирилла этого не отнять это уж точно но наверное из-за этого уже может быть и любит его определенный зритель который его уже узнает дамы и господа вас предел